Привет, друзья! Имя Надежды Кадышевой знакомо не только любителям народной песни. Её знают все, потому что её песни о вечных человеческих ценностях – любви, радости, счастья. Их поют в одиночку и компаниями, потому что они простые и понятные. Надежда смогла завоевать любовь не только отечественных, но и зарубежных слушателей, которые живо интересуются российским фольклором. На сцене она всегда весёлая и заводная, хотя жизнь баловала её далеко не всегда. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Надежда Кадышева и сколько зарабатывает ансамбль «Золотое кольцо». Родилась Надежда Кадышева 1 июня 1959 года в деревне Горки, Лениногорского района Татарской АССР. Семья была обычной, никакого отношения к миру искусства никто из родителей не имел. Папа – мастер на железной дороге, мама – домохозяйка. У Нади была младшая сестра. Жили они очень скромно, но вполне счастливо. Девчонки очень любили устраивать дома импровизированный театр, причём Наде всегда отводились главные роли – певица, балерина. На их выступления собиралась смотреть вся родня. Мама умерла, когда Наде исполнилось 10 лет. Прошло всего полгода, и отец привёл домой мачеху, которая достаточно плохо относилась к девочкам. Надя и младшая сестра попали в интернат, который стал стартом музыкальной биографии Надежды. Без неё не проходил ни один концерт и праздник, она стала активной участницей художественной самодеятельности. После окончания интерната Надежда переехала в Подмосковье, устроилась на фабрику, но самодеятельность не бросила. Прошло немного времени, и Надежда попыталась счастье в музыкальном училище. После окончания училища она понимает, что училище даёт совсем мало, и полноценной певицей можно стать только после учёбы в ВУЗе. Кадышева стала студенткой Института имени Гнесиных. Свою сольную карьеру Надежда начала в 1988-м, и это во многом заслуга её мужа, Александра Костюка. Именно он стал организатором ансамбля русской песни, получившего название «Золотое кольцо». Солисткой этого коллективой должна была стать Надежда. В основном в составе «Золотого кольца» были музыканты из Былины, руководителем которой когда-то был Костюк. Так сложилось, что первая большая слава пришла к «Золотому кольцу» не дома, а за границей. Они давали концерты, причём с постоянным аншлагом, записывали и выпускали альбомы там же. Почему-то русской народной музыкой за рубежом интересовались больше, чем на родине, да и заработки музыкантов в разы превышали те, что им предлагали дома. Коллектив гастролировал во многих странах. Артисты побывали в Германии, Штатах, Швейцарии, Италии, Японии. Как-то по-особому тепло их принимали жители азиатских стран. Так складывалась жизнь коллектива на протяжении пяти лет, пока в 1993-м они не подписали контракт со студией звукозаписи «Союз». Тогда же к Надежде пришла популярность в России и постсоветских странах. Они выпустили первый диск под названием «Виноват Аль я». Потом появились первые музыкальные клипы, которые снимались на самые популярные песни. В личной жизни Надежды Кадышевой полный порядок. Своего будущего мужа, Александра Костюка, девушка встретила в годы учёбы в музыкальном училище. Местом их встречи стала студенческая столовая, и однажды увидев парня, Надя поняла, что это её судьба. Она потихоньку узнала о нём всё, что можно. Главное, что он студент Гнесинки, и это стало для неё поводом для поступления в этот институт. На протяжении четырёх лет Кадышева любила его молча, на признание у неё не хватило смелости. Она решила, что откроется в своих чувствах на выпускном, но тут вдруг сам Александр подошёл и признался ей в любви. Вслед за этим девушка получила предложение руки и сердца и ответила согласием. Они расписались в 1983-м и спустя некоторое время уже стали родителями сына Григория. Их брак – редкое исключение в среде творческих людей. Они постоянно вместе. На работе, на гастролях, на отдыхе. И при этом абсолютно не устают от общества друг друга. Поскольку самое главное – верного мужа, хорошего сына и возможность быть артисткой я получила, я бы не стала ничего менять. Самое главное, что я состоялась как мать, жена и как артистка. Поэтому я могу себя считать человеком, довольным своей жизнью, и мечтаю только о том, чтобы всё так оставалось подольше. А чтобы всё было хорошо, я советую всем верить в себя. Без веры в себя ничего не преодолеешь и ничего не добьёшься. Поделилась певица в интервью. В начале семейной жизни молодожёнам пришлось снимать жильё. Потом у них появилась собственная квартира. В этом семье помогла советская певица, подарившая знаменитые «неувядающие ландыши» Гелена Великанова. Это было настоящее счастье и возможность воссоединиться с сыном, которого до этого воспитывали бабушка и дедушка. Вторая квартира появилась у супругов благодаря Виктору Черномердину, который очень любил их творчество. Достаточно долго у них не доходили руки до ремонта, даже чемоданы стояли наполовину разобранными. Но через 12 лет их жильё просто не узнать. С помощью итальянского дизайнера квартира превратилась в шикарные апартаменты. Надежда увлекается коллекционированием, она собрала уже приличную коллекцию картин и собственных концертных нарядов. Сейчас в коллекции более сотни костюмов, причём все они роскошные и богатые, потому что на сцене Кадышева привыкла выглядеть именно так. В планах на будущее – открытие музея, где они будут выставляться в качестве экспонатов. В реальной жизни у Надежды очень простая одежда и достаточно скромный быт. При всей своей популярности Кадышева никогда не страдала звёздной болезнью. Сын Григорий тоже работает в ансамбле с родителями, занимая пост организатора выступлений. Мужчина увлекается спортивной ездой на автомобиле, часто участвует в гонках, а в обычные дни ездит на гоночной машине за 30 миллионов рублей. Григорий женился в 2011 году на родственнице вице-мэра Москвы Анжелике Бирюковой. 12 июня 2015 года у Григория Костюка и Анжелики Бирюковой родился сын Алексей. Бабушка и дедушка души иничают во внуке и с удовольствием проводят с ним время. Автором музыки к нескольким десяткам песен стал Александр Костюк. 2020 год стал юбилейным для Золотого кольца и Надежды Кадышевой. Они отметили 35 лет своей творческой жизни. В последнее время Кадышева почти исчезла с экранов. Всё её время проходит в коллективе, они часто гастролируют. Надежда кардинально поработала над сменой имиджа. Каждому выходу на сцену певица придумывает оригинальную прическу. Когда журналисты пристают к ней с вопросами о пластике, Кадышева говорит, что никогда её не делала и делать не собирается. В этом вопросе её полностью поддерживает супруг. Певица не нуждается в хирургическом вмешательстве, красоту поддерживает косметическими средствами для кожи. Она, как и в молодости, яркая и цветущая. Гонорар ансамбля на частное мероприятие не меняется уже много лет, в отличие от остальных звёзд. Артисты уровня Кадышевой берут по 50 тысяч евро, 4 миллиона 300 тысяч рублей. А она всего 25 тысяч евро на большой коллектив. При этом выступает «Золотое кольцо» редко, выбирают между корпоративами, смотрят, кто заказчик, могут отказаться. Супруги зарабатывают не только коммерческими проектами, но и активно сотрудничают с чиновниками. Только за последние 6 лет театр, благодаря госзакупкам, заработал более 160 миллионов рублей. Из них почти 20 миллионов с начала 2021 года. Покупают в основном билеты на шоу и концерты учреждения. Даже коронакризисный 2020 год Кадышева и Костюк пережили в плюсе. Чистая прибыль театра составила 15 миллионов рублей. Друзья, давайте пожелаем певице радостных эмоций и удачи, великолепия на сцене и верного здоровья, крепкой любви и благополучия. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!